Музыкальный инструмент по душе дети выбирают по-разному. Кого-то приводят родители, а кто-то просто хочет заниматься творчеством. На дне открытых дверей в детской школе искусств ребятам помогают сделать осмысленный выбор, о котором они точно не пожалеют. В детской школе искусств поселка Горки-Ленинске обучаются около 110 ребят. Они занимаются на бюджетной и платной основах, из которых бесплатно обучается 82 ребенка. Этой весной школе пришлось сменить прописку после закрытия старого здания, которое было вдвое больше. Но в тесноте да не в обиде. В день открытых дверей здесь были рады всем, особенно тем, кто уже сделал выбор. На нем присутствовали не только наши ученики и родители, уже учащиеся, а и наши абитуриенты, которые только собираются поступать. Вот сегодня я, например, приняла уже два заявления на фортепиано. С первых нот концерта стало понятно, научиться играть так же, как юные исполнители, новичкам будет непросто. Иван Дмитриев исполнил знаменитую композицию Скотта Джоплина «Артист эстрады». Иван занимается трубой четыре года, и хотя музыкант увлекается еще и спортом, все же музыка на первом месте. Важнее труба, конечно, потому что это мое будущее, а в футбол это я так просто играю. Отец Ивана Андрей Дмитриев сам с малых лет занимается трубой. Сейчас он преподает игру на духовых инструментах, в том числе и сыну. Считает, что к мальчику просто необходимо предъявлять повышенные требования, ведь он продолжатель музыкальной династии. Труба такой, он сложный инструмент, он всегда дает сложно, и сегодня он сыграл хорошо, сегодня только как бы сейчас начало сезона, и как бы еще так не развернулся он в плане музыки раскрытия, а сыграл сегодня очень прилично для начала. Некоторые музыканты с большим волнением исполняли свои номера. Юный аккордеонист переживал легкие помарки сильнее всех. Но, как говорится, волнение проходит с опытом, а потому незначительные ошибки для юных музыкантов, лишь возможность стать лучше и еще усерднее репетировать. Родители в очередной раз с гордостью посмотрели на своих чат, а другие дети заинтересовались игрой, и возможно в следующий раз они придут на занятия не в качестве зрителей, а в роли учеников. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.